Мастерса, а могут ли заниматься беременной женщиной? Да, беременной женщиной тоже могут заниматься. У нас очень много опыта с этим. Многие девушки посещали наши занятия до беременности, во время беременности, после беременности. Мы видим, что эффект очень хороший. Рекомендуется даже, есть у нас специальная программа, если вы хотите быть мамой, минимум за год до планирования заняться упражнениями специальными. Это техника нгами, нойконг, чеконг. И таким образом, женщина, занимающаяся этими упражнениями, у нее улучшается кровообращение, восстанавливается работа энергосистемы. И, соответственно, роды проходят лучше, быстрее, безопаснее. И мы говорим о том, из опыта не только моего, и мастеров, что дети, рожденные перед тем, как забеременно занимавшихся женщин, дети, скажем, более гениально, идеальные. То есть у них получается умственное развитие намного выше. Если взять среднестатистические, то они будут превосходить по умственному развитию на 30-40% детей, которые рождены у мам, которые не занимались дыхательными гимнастиками. Также эти дети выше ростом и сильнее физически. Это тоже такая среднестатистическая по нашей школе. Можно, например, взять, например, сына нашего гранд-мастера. То есть он выше отца на голову и владеет прекрасно многими языками, там, закончил высшее образование в Америке. То есть он выглядит, ну, прям красавец. Это как пример. Женщины во время беременности могут заниматься до 8-го месяца. Желательно, конечно, быть под наблюдением мастера и с ним беседовать. Он отменяет какие-то специальные упражнения, что-то добавляет. И задача подготовка к родам. То есть будет консультация определенная. То есть раз в месяц желательно персональное занятие, чтобы он подобрал специальные дыхательные упражнения, проконсультировал с точки зрения восточной техники, как во время беременности и как во время родов себя вести, с точки зрения, что все было хорошо, успешно. Ну и также после родов мы рекомендуем где-то после 3-го, 4-го месяца уже приходить на восстановление. И мы также восстановим тело, чтобы оно опять привело определенные формы, там, подтянули живот, сделали какое-то гимнастику специально для спины. Очень важно комплект упражнений на икон, потому что женщина, когда родила, она очень много носит ребенка на руках. И это проблемы со спиной. Если не укреплительный мышечный корсет с помощью гимнастики на икон, то, конечно, будет болеть плечевой пояс. Возможно, скобление пойдет, тем более, что процентов у 90 женщин скобилось, и это может еще усугубить. То есть однозначно заниматься с женщинами до, во время, после беременности рекомендуется. Рекомендуется, и даже, я сказал, нужно. Да, они занимаются в общих группах. Да, они занимаются в общих группах, только у них какие-то упражнения исключены. Спасибо большое. Спасибо вам.